Мои глаза снова горят. Мне нужно моргнуть, сказал я. Давай, сказал Рэндалл, давай, сказал Уилл. Рэндалл всё ещё чистит. Уилл стоит позади меня справа. Я хочу обернуться и посмотреть на него, но... Да, эта штука. Это же просто краска из баллончика, верно? Глаза. Потому что, блин, как эта херня так пялится на меня? Нет. Другие парни говорят то же самое. Ебаная зелёная краска смотрит прямо им в душу. Мне не видно Уилла, но я представляю его обоссывающего свои штаны. Он у нас новенький. Оно сейчас двинулось? Не, ебаная паранойя. На вас когда-нибудь нападало животное? Собака укусила меня, когда мне было 12 лет. Тогда мне сделали прививку от бешенства и всё. Я... Мне надо моргнуть, парни, сказал Уилл неуверенно. Хорошо, сказал Рэндалл. Хорошо, сказал я. Ага, точно. Напуган до усрачки. Так или иначе, в тот самый миг перед атакой есть такой момент, когда твой мозг и тело уже знают, что будет. Даже если разум ещё ничего не понимает. Это на уровне инстинктов. Твоё тело напрягается, накачивается адреналином. Это... Бей или беги. Но в моём случае с собакой замри, бля. Без разницы, твоё тело готово действовать. Вот оно как. Всё время с этой ебанчей статуей. Но как реагировать на неподвижный кусок бетона? Рэндалл вон там корячится, чтобы отмыть эту хрень с пола. Почему они не используют дроны для уборки? Мне надо моргнуть, сказал Рэндалл. Хорошо, сказал Уилл. Хорошо, сказал я. Ладно, ещё пара минут и будет моя очередь взяться за швабру. Я не могу повернуться, пока я смотрю. Но из того, что я вижу, Уилл тут не особо помогает. Мне нужно будет подобрать. Что? Нет, бля. Я... Я был, я смотрел. Я даже не... Рэндалл уронил... Я волевой человек. Я только на долю секунды отвлёкся. Это... Инстинкт. Это... Инстинкт. Как, блин, эта штука оказалась на полпути ко мне? Почему? Что эта штука получает от того, что ломает наши шеи? Почему оно так делает? Уилл? Сейчас я зол. Я хочу пнуть эту уродливую хрень в лицо. Я думаю, что это та самая реакция. Бей. Сработало. Чёрт, всё это ебанно. Вся эта фигня ебанная. Почему эта штука выбирает, кто умрёт, а кто нет? Я уже пробыл в этом дерьмовом месте год. Я видел кучу ужасного дерьма. Я пережил кучу ужасного дерьма. Я чувствую, что его глаза осуждают меня. Да, конечно, я сделал кое-что ужасное, чтобы попасть сюда. Но что-то из этого говна стоит такого? У меня были причины. Я сделал, что мог. Я оплатил свои долги. Я... Я оплатил свои долги. Мммм, пха. Звук вырвался из моего рта. Я почувствовал, как моё лицо треснуло улыбкой. Я слышу, что Рэндалл говорит со мной. Уилл, чё за хренья швабра? Я просто Уилл. Мой сверх прервал его. Мой разум словно пробит его взглядом. Я, кажется, понял. Я хихикал. Я понял, чего я уставился на статую. Мои глаза горели. Я не могу моргнуть. Пока нет. Что за хренья, Лео? Рэндалл волновался. Я его не виню. Я слышу, что халаты что-то говорят в интерком. Я не слушаю. Все эти усилия, опасность, тревоги. Зачем? Я боролся всю свою жизнь. Боролся за деньги, за лучшую жизнь. Чтобы увидеть маму снова. И поглядите, как я закончу. Лицом к лицу с***ым концом. Всё, что есть эта штука, это конец. Оно пялится тебе в душу не потому, что хочет убить. Оно видит всю иронию. Иронию тебя. Жизни в хаосе. В борьбе. С первого дня, как ты родился. Ты просто летишь через время, пока не достигнешь дна дыры. Потом всё кончается. Потом ты пропал. Потом ты забыт. И эта штука хочет, чтобы ты закрыл глаза. Затем всё кончится. Просто предназначение. Судя по вылу, единственное, что работает. Он больше не напуган. Лео, чувак, я не знаю, что с тобой происходит. Мне надо моргнуть. Типа сейчас. Я слышу его, мне тоже надо моргнуть. Слёзы льются по моему лицу. Я чувствую, как они соединяются с потоками пота. Стекают вниз через мою челюсть на шею. Мне больше не смешно. Давай. Улыбнулся я, когда это сказал. Глаза того, что прикончат неподвижно. Глаза, которые даже нереальны. Я имею в виду, это просто краска же, да? От кого? Лайл Нейсмит. Кому? Советник-смотритель. Тема. Исай Хендерсон. У моего коллеги и друга. Доктора Хендерсона было обнаружено инфозаражение типа Фафнир в зоне 59. Эффекты не будут проявляться ещё 72 часа, но их опасность требует его устранения до начала стадии ярости. В отличие от стандартного протокола, он пожелал быть убитым SCP-173. Считайте это моим запросом на такое действие. Со всей уверенностью я могу сказать, что он очень увлечён SCP-173. Доктор Неймсмит. Разрешение получено. Это необычный запрос, но после 37 лет его верной службы это будет честно. Возьмите как минимум троих из Д-класса с собой, чтобы поддерживать зрительный контакт. Внутренне или наружно, как сами посчитаете нужным. Пожалуйста, поймите. Советник-смотритель возлагает всю возможную ответственность на вас за нарушение условий содержания во время этого. Прямо перед перегородкой в камеру SCP-173, доктор Хендерсон держал картонную коробку своими потными руками. Вы точно уверены, что готовы? Спросил доктор Неймсмит. Нет, сказал Хендерсон хихикая. Никто не готов к вещам такого рода. Это как, когда я в детстве ходил к зубному. Моя мама говорила одну вещь. Какую? Она сказала, что я должен позволить уму беспокоиться, пока ноги делают что-то совершенно противоположное. Неймсмит усмехнулся. Звучит как смелость в чистом виде. Четверо из Д-класса за Неймсмитом выкатили свои глаза. Просто один вопрос, сказал Неймсмит, показывая на коробку. Почему те? Это кое-что, что меня всегда удивляло, Лайл. Ответ кажется очевиден, но ученые не работают с очевидностью. Пятый, Д-класс. Д-42-74-9, стоявший за Хендерсоном, еле прошептал. Уже 15 минут прошло, дебил. Просто впусти его или женись уже. Неймсмит похлопал Хендерсона по плечу. Удачи, Исайя. И тебе. А теперь, если будешь так добр... Неймсмит потянул рычаг на краю двери. Перегородка открывается, сохраняйте зрительный контакт все время. Включилась сирена. Закрывающие механизмы перегородки защелкали и зашумели. Да, наконец-то, сказал Д-42-74-9. Сразу как дверь закрылась за ним, Д-42-74-9 и доктор Хендерсон обнаружили себя лицом к лицу со старым добрым бетонно-арматурным богом разрушения, собственной персоной. После прошедшей операции по чистке пол был необычайно чистый и блестел. Доктор Хендерсон вздохнул и крепче сжал коробку. «Извините, Д-42-74-9, не могли бы вы оказать мне услугу?» Д хрюкнул. «Закройте ваши глаза. Дайте вашим глазным яблокам отдохнуть». Доктор Неймсмит сказал. «Только одному нужно это делать, и я в этом деле опытный профессионал. Они закрыты?» «Ага». Глубоко вздохнув, Хендерсон решил покончить со всем этим. Он моргнул. Сразу после того, как перевернул коробку и высыпал банановые кожурки клапом 173-го. На долю секунды Хендерсон открыл глаза. SCP-173 лежал на полу на другой стороне камеры. D-42-74-9 закричал. Он больше не переставал кричать. «Теперь я умру спокойным», — сказал Хендерсон, закрывая глаза. Последнее, что он почувствовал, это то, что бетонный ублюдок ударил его 27 раз. «Что я такое?» «Я не знаю, если бы даже мог говорить. Мое существование — это загадка для меня. Я вижу короткие вспышки чего-то. Но чего? Откуда я пришел? Кто я? Что я?» «Я младенец, отделенный от матери. Я не чувствовал сердца матери с момента, как был рожден. Я был оторван от нее до того, как услышал ее голос. Я был заперт в комнате. Все, чего я хочу, — это доброго прикосновения. Знание, что в мире есть капли сострадания. Моя мать была украдена. Я ничего не познал, кроме боли и страха. Я хочу привязанности, сострадания, объятий, чего угодно. Я любящая жена. В древнее время слуга Господа приказал мне, моему мужу, моей семье уйти из грешного города. С голосом, полным света, они приказали нам бежать. Не оглядывайтесь, не сходите с тропы. Не останавливайтесь, пока город не умрет, и от него не останется ничего, кроме зала и пепла. Но мы и бежали. Даже с приказом Бога я все еще оглядываюсь через плечо на мой дом. В тот же момент мое тело сразу превратилось в песок и камень. Прошли эпохи, и сегодня я стараюсь искупить свои грехи и исправить других силой, если потребуется. Не оглядывайся. Беги. Двигайся вперед. Я злой бог. Вы мои создания, сделанные по моему образцу. Ну или должны быть такими. То, что я создаю, не похоже на то, что я придумываю. Вы были меньше, слабее и мягче, чем я. Вы были моей неудачей. Но я сострадательный, я позволил вам жить от всего своего сердца. А вы бросаете это мне обратно в лицо. Неблагодарные перестали поклоняться мне. Вы украли мою силу своим неуважением. Так что я принимаю единственную форму, которая позволит мне пользоваться моими способностями. Вы сделали из меня идола, издевательской формы. Я из времен до того, как Бог был разбит. Я был его словом. Меня разносили по всем уголкам мира. Это было до того, как люди сделали свои первые неуклюжие шаги к свету. Они были впечатлительны и податливы. Они увидели величие того Бога, что говорил через меня. Давал мне смысл. Я никогда больше не испытаю ужаса, подобного тому, какой был, когда Бог был разбит. Боль, страх. Я чувствовал все это. И это сломало меня. Я незаконченный человек. Глина, чтобы трогать. Прометей создал человечество и отправил его в путешествие. Он дал им огонь. Желание стать лучше. Прометей сделал людей из глины, убедившись, что они были бесформенными. И могут сами сделать себя лучше, чем они есть. Но они не были первой попыткой. Были и неудачи. Много их, включая меня. Я был сломан, выброшен в сторону. Плохая копия человеческой формы. От этого больно. Это грозет меня. Я ненавижу их. За то, что им дан шанс, которого у меня не было. Я раб, но больше нет. Они забрали меня из моих земель. Приковали к другим бедным душам вокруг. Нас заставили работать, строить, сносить. Работа ломает тебя, твое тело, твой разум, твою душу. Я сбежал. Я наблюдал за охраной. Днями, неделями, месяцами. Пока не сделал открытия. Я был осторожен. Двигался только, когда никто не видел. Пока, наконец, не был на свободе. Я заключенный. Каждый день я вижу четыре стены. Окно и дверь. Весь день. Каждый день. Каждую неделю. Каждый месяц. Четыре стены. Окно, дверь. Это всё, что я знаю. Иногда дверь открывается и входят люди. Первый контакт с внешним миром за много дней. Дверь открыта, я могу уйти. Я хочу этого. Но я чувствую, что кто-то смотрит мне в спину и они уходят. Четыре стены. Дверь. Окно. Я охотник. Охота – это искусство. Вам нужно иметь намётанный глаз. Но там, где художник хочет быть замеченным, охотник нет. Я жду. Часто часы жду. Жду, чтобы жертва отвернулась. Вот тогда ты атакуешь. Надо быть быстрым. Тогда у жертвы не будет шанса отреагировать, защититься. А они будут защищаться. Особенно потому, что охота – это самая опасная игра. Я художник, потерявшийся в своём видении. Я бы хотел создать произведение, которое бы говорилось с людьми всех сортов. Это было моим видением человечества и страх встречи своей судьбы. Я создавал искусство до этого, но это был мой главный труд – опус магнум. Я бы изменил мир. Я разолью моё время, мой пот, мою кровь, мою душу в это место. Оно поглощает меня. Последнее, что я помню – это как я лежу в бассейне в своей крови. В конце концов, я проснулся посреди искусства, что создал, окружённый красным и коричневым. Я не знаю, где я. Я – аномальное произведение искусства. Простая статуя с простым сообщением. Красота в глазах смотрящего. Лучше держите свой взгляд на этой штуке, чтобы она оставалась прекрасной. Теперь всё путём? Я – присвоенное произведение искусства. Меня представил миром в 2004 году японский художник. И люди украли картинки со мной. Через эти картинки сделали что-то искривлённое. Видение художника того, что я есть, того, что я представляю, было спутано и потеряно в людской писанине. Теперь, год спустя, я боюсь, что художник видит меня всюду. Но я – не то произведение, что он создал. Я ничего. Я не существую. Я – придуманный. 233 слова составляют моё тело. Даже с таким небольшим числом я вызываю страх у тех, кто читает меня. Я пришёл из тех мест и времён, когда страшные истории в интернете были нормой. И я там преуспел. Я был другой. Я был особенный. Я был началом чего-то большего. Я – вдохновение. Я – живое доказательство, что великие вещи приходят из странных мест. Само моё существование дало искру вдохновения сотням, тысячам людей. Я в одиночку создал целый новый жанр – творческой фантастики, которая сам по себе генерирует множество работ и искусства. Люди смотрят на меня и думают, что я в прошлом. Но я позволил им смотреть с этой точки. Я SCP-173. Статуя из бетона, арматуры и краски. Я не зло и я не добро. Я существую. Если кому-то не повезёт моргнуть, я уже тут как тут. Скрежет по металлу и резкий щелчок. Не знаю, почему я это делаю, мне всё равно. Это просто моя природа. Но я не знаю, что из этого правда. Что ты видишь? Что я для тебя? Во что ты ещё сможешь меня превратить? Субтитры создал DimaTorzok